приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и сегодня я хочу поговорить о жизнерадостных парфюмах то есть есть такие ароматы которые нас вдохновляют есть которые немножечко меланхоличные или как-то подавляют доводят депрессию есть ароматы которые вообще тяжело отнести сугубо позитивным или каким-то депрессивным то есть не подходит на все случаи жизни но вот сейчас я хочу рассказать о трех парфюмах моей коллекции которые у меня ассоциируются с каким-то таким хорошим настроением бодростью ну и тому подобным а начну я с арабской парфюмерии аромат от аздаф аздаф это подразделение латафа я не знаю отдельное это полностью подразделение или как-то но там подчиняется латафа иногда эти ароматы идут отдельно аздаф а иногда их надо искать в интернет-магазинах латафа аздаф и так и название поэтому я тут вам ничего не скажу аромат я давно хотела у меня есть красный флакон который мне очень нравится и вот розовенький также пополнил коллекцию и так аромат амэрад аль араб приве роуз аздаф аромат женский принадлежит группе цветочные фруктовые выпущен двадцать третьем году по нотам здесь много всего и клубника и виноград и апельсин средние ноты здесь просто буйство красок роза белый мускус гордения жасмин лилия и ланг и ланг но почему-то я в основном слышу мускус и розу и база это амбра бобы танка и сандал когда читала отзывы на этот аромат то первое место по сравнениям это длина эксклюзив с длина эксклюзив я не знакома второе это туфелька красная very good girl да есть схожесть и по моему 4 или 5 это классическая длина что касается классической длины то схожесть есть некая такая схожесть похожесть есть но сказать что это стопроцентный или хотя бы 90 процентный клон нет длина классическая она такая более интересная более яркая мне она нравится намного больше это вот что-то на тему из но не совсем то что касается аромата привы роуз ну из названия и флакончика можно судить что аромат у розе аромат довольно таки достойный если говорить о соотношении цена-качество то все на высоте но если брать ароматы схожи ну например ту же длину то этот аромат попроще он интересный он достойный в нем действительно есть некая вот эта клубничная виноградность вот ассоциация с йогуртом с рахат лукумом с каким-то зефиром все это есть но мне здесь ну не то что мешает а вот как-то напрягает вот этот мускус я не слышу других цветов кроме розы мускусной такой яркой не удушающий не бьющий по голове но яркой и серьезных если вам все это дело не нравится наверное не стоит подходить к этому аромату я имею ввиду не стоит покупать слепую база очень приятная довольно таки спокойная какая-то немножечко сливочная сладковатая фруктовая не скажу что здесь сугубо клубника здесь как бы и клубника и виноград и вот какие-то другие фрукты не варенье кстати вот именно фрукты ну и розу я слышу на протяжении всего звучания с каким-то мускусом если переборщить то этот аромат мне например концу дня очень очень уже так надоедает но если меру нанести то он красивый достойный стойкость меньше будет конечно же если им облиться то целый день если в меру нанести но полдня его слышу потом так легкие отголоски но тем не менее аромат довольно таки комфортные в носке собран неплохо не идеально но неплохо если вы любите вот такую сладкую но не приторную смесь фрукты клубника виноград роза но повторюсь еще раз каким-то таким мускусом может быть даже какой-то манталевский мускус здесь присутствует вот мне кажется что-то из этой оперы то на этот аромат стоит обращать внимание мне красный флакончик ну говорят что вроде прародитель не прародитель но они мне не особо схожи больше нравится он такой повкуснее что ли и менее мускусный как-то тот меня не раздражает а вот этот фланкер наверное если тут флагман то этот фланкер получается все-таки своеобразный я думаю некая такая кислиночка оля личи вот если вам нравится личи с розой то наверное попробуйте но еще расскажу что делина звучит круче намного интереснее более как-то так собрано хорошо деликатнее что ли хотя он поярче по звучанию как-то более деликатен здесь все так намешано шумно громко ярко ну как арабская парфюмерия любит но тем не менее аромат достойный и думаю если вам не особо он там зайдет но подарили или купили случайно попробуйте зайти в облачко и вот тогда он звучит намного нежнее и намного приятнее вот мне он даже так больше нравится для любителей розовой фруктовости какой-то мускусности такой серьезной я имею ввиду розовой любителей делины делины эксклюзив красной туфельки обратите внимание хотя они не совсем похожи но вот направление одно следующая красота у меня появилась этому ски но фани вот так вот он выглядит но я крышечку с него потому что она отсвечивает аромат такой интересный я имею ввиду флакон с таким вот бантиком или галстучками я даже не знаю аромат сплошной позитив я вообще как-то не обращала внимание на марку москину но когда услышала что флакончики например чип-н-чик снимают я решила приобрести себе в коллекцию несколько вариантов и у меня уже есть коллекции чип-н-чик love love есть so real чип-н-чик и слышала что вроде бы фани тоже то ли снимаю то ли что-то с ним то буду делать или не делать я не знаю но захотелось мне этих цитрусов себе в коллекцию это при всем том что у меня был отливант он мне не особо зашел но я решила рискнуть и вы знаете когда его получилось сейчас мне аромат зашел больше сравнивать его конечно же с ай лав лав сравнивать dolce gabbana light blue но для меня он все равно немножечко своеобразный это не совсем love love это не совсем dolce gabbana light blue или тот же герлен мандарин базилик нет этот аромат своеобразный выпущен он кстати в 2007 году то есть очень давно и принадлежит группе цветочные фруктовые по нотам здесь изобилие всего не скажу что супер изобилие но довольно таки много компонентов но меня заинтересовала нота горький апельсин и возможно из-за этого горького апельсина аромат звучит не похоже на тот же ай лав лав или другие цитрусовые ароматы он сначала такой яркий сочный действительно какой-то апельсиново-лимонные но я не знала что это горький апельсин базе не звучало он апельсиново но с какой-то горчинкой с каким-то таким горчавым потоном потом я видела что есть горький апельсин также есть красная смородина ну я не особо и слышу но срединка это цветы здесь есть пион джасмин фиалка зеленый чай ну база кедр мускус дубовый мох и амбра но аромат очень легкий очень девичий сто процентов летний аромат причем и на жару он подойдет красавчик на лето мне кажется мужчины также могут его немножечко подворовывать у женщин особенно молодые мужчины или парни если он будет звучать совсем там феминно на мужчине я думаю добавить какого-то мужского цитруса который такой строгий и будет классное звучание почему-то мне это кажется единственный недостаток это стойкость я его слышу хорошо буквально то полчаса час потом где-то в течение трех четырех пяти часов я слышу легкий флёр если аромат попал на одежду или волосы с одной стороны это плохо до стойкость слабенькая но с другой стороны если я хочу попользоваться сегодня двумя-тремя ароматами то я нанесла muskino он ушел нанесла другой парфюм и не надо мне там думать их как она будет звучать что-то там диссонировать нет будет все прекрасно аромат чудесен для занятий спортом для при летних прогулок для пляжа для моря ну носите куда хотите летом очень такой девчачий сладковато цитрусовый но при этом слышится некая вот эта горчиночка она не яркая она не мужская она не такая мощная но легкая горчиночка есть и мне это очень нравится потом это все переходит лично для меня в некий зеленый чай с такими цветами но цитрусово все равно держится то есть вот эту цитрусово все слышу от начала до конца просто вначале она очень яркая и классная вот это если бы начало звучало постоянно то цены по аромату не было а так немножечко она меняется все это дело мне он абсолютно не горчит не кислит как некоторые пользователи пишут никуда не уходит в противную горечь и или кислоту а вот все так мило симпатично по девичьи как-то даже не по девичьи а по юношески то есть вот юность ассоциация с юностью это не только девчонки но и мальчишки наверное база как я сказала более чайная и более какая-то цветочная может быть жасмин с чаем что-то такое но цитрусы вот все равно проскальзывают мне это нравится если говорить о цитрусовых ароматах то не могу отнести этот таким ну не то что любимцам но сугубо цитрусом его надо тестить потому что база немножечко отличается и для кого-то здесь цитрусы слышатся буквально первые пять-десять минут потом все уходит кому куда но не в цитрусовость а мне нравится я немножечко конечно в шоке что его снимать если это правда одни блогеры говорят что сто процентов снимают кто-то говорит не сто процентов но для любителей ай лав лав фани также я думаю подойдет но они мне не особо похожи все-таки там как-то больше цитруса классического а здесь он немножечко по-другому обыгран чем и цепляет вот честно скажу чем и цепляет если бы он был таким как все цитрусы апельсинчик лимончик да возможно бы и не стоило бы обращать внимание и на лайт блю он вроде бы и похож но не совсем похож и мне кажется все-таки горький апельсин дает вот эту пикантность и особенность этому аромату чему я очень рада мне эта нота это звучание очень понравилось но если вам горчинка не нравится в цитрусовых ароматах то наверное тестите ну или не тестите смотрите сами поскольку цитрусовых ароматов на рынке очень много я думаю что-то себе подобрать и можно без проблем они зацикливаться на том или ином аромате где где в этой области я думаю проблем с ароматами нет ну и на десерт я покажу уже вкусняшку на осень или холодное время года это до different company вот у них их фирменные флаконы до которые всем известны аромат называется маджайна син если правильно прочитала аромат унисекс возможно мне больше жен все-таки выпущен в семнадцатом году и принадлежит группе восточная я его брала вслепую только по отзывам а заинтересовал меня здесь каштан корица также есть горький апельсин который меня зацепил в фоне ну здесь есть также имбирь орхидея ваниль бобы танка в общем намешано всего но по отзывам я поняла что аромат довольно таки пряный довольно таки бальзамичный некой мере интересный сравнивают его почему-то задик and volter this is her но мне не похоже тот аромат более молочный более женский что ли а вот этот аромат не знаете на что похож лартизан нуар эксквиз если не ошибаюсь вот был такой лартизан с жареными каштанами но здесь это все немножечко с более сладко и более специево вот как-то так нуар эксквиз я продала мне он не пошел для меня он был сугубо мужской а вот это действительно унисекс причем мне кажется с уклоном все-таки больше в женскую сторону прекраснейшая вещь очень вкусно но не гурманский мило тепло и согревающие я здесь слышу вот этот жареный каштан но он у меня почему-то идет с какой-то сладостью но это сладость не сахара а вы какого-то то ли рома то ли ликера вот почему-то каштан каком-то сладком ликер и здесь есть специи да может быть вот этот имбирь может еще какие-то и все это очень диффузно шлейфово и интересно на мужчинах я думаю он хорошо также сядет просто будет звучать немножко по-иному нежели на женщинах аромат интересен тем что он одновременно плотный и нежный вроде бы не громкий но в то же время слышимый так как стойкость и шлейф на высоте на холодное время года must have вот как глитвейн согревает нас холодную погоду так и вот этот маджайна сен может согреть вас холодной осенью морозной зимой возможно прохладной весной на летом может и можно его использовать но надо смотреть может он еще круче раскроется а может быть и задушит очень комфортный понятный но при этом некое нишевое звучание присутствует не скажу что какой-то супер нишевое но слышится что это не просто какой-то люкс или масс-маркет или ниша но такая знаете попроще а вот что-то посерьезнее мне он понравился с первого затеста с первого нюха занюха как это можно сказать но задик я его сравнить не могу в задик мне меньше специй меньше какого-то вот этого имбиря каштана жареного что-то такое больше каких-то сливок а здесь все-таки молочности мне лично не положили может она где-то есть но это скорее не молочность а какой-то молочный чай вот масала или какие-то эти чаи и диски которые отдают некой молочностью но не сугубо молочностью а еще и специями для меня это какая-то масала вот что-то такое ассоциация по крайней мере с этим чаем шикарнейший парфюм я кстати когда искала отзывы практически на youtube о нем никто не говорит это значит люди его не покупают наверное он не нравится может быть но тестить обязательно потому что по отзывам некоторым он не заходит именно из-за вот этих специй может быть вот этой чая и на и специи вывести может быть еще чего-то кому-то он зудит кого-то раздражает но мне понравился хотя он очень яркий очень яркий то есть вот какой-то ликер еще раз повторюсь не даю ром не знак это настоянка возможно с этими жареными каштанами все это вроде бы и сладко но не приторно для меня здесь некая алкогольность почему-то присутствует хотя в нотах никакого алкоголя нет но но все приятно я думаю все таки имбирь дает вот эту некую алкогольность может быть перемешку с этим горьким апельсином дают некую алкогольность но аромат действительно немножечко странный какой-то такой мистический возможно даже хэллоуинский но вот все равно он какой-то поднимающий настроение то есть вот как глоток какого-то теплого чая или горячего глинтвейна нас как-то воодушевляет нас как-то так держит в тонусе так и этот парфюм вот если маскина это лето яркое солнечное бодрое розочка это весна теплая осень такая женственность во флаконе то здесь это уже зима холода сидим у камина греемся вот какая-то такая ассоциация чудеснейший парфюм не знаю почему они пользуются популярностью я даже была немножечко вернее даже множечко удивлена потому что аромат достойна внимания и так девчонки и мальчишки вот такое вот видео у меня сегодня получилось о моих трех позитивах во флаконе позитив на лето позитив на холодную осень или зиму и круглогодичный позитив это вот приве роуз ну или хотя бы весна или теплая осень все ароматы чудеснейшие достойнейшие мне все они понравились я просто в восторге очень редко бывает когда вот как-то пришел один аромат 2 3 и все три вас зацепили обычно как-то так один аромат зацепил второй не зацепил 3 так себе 4 зацепил 5 еще что-то а вот здесь все три аромата и мне очень очень они понравились поэтому если вам видео понравилось ставим пальчики вверх также не забываем подписаться на канал иконочка вот где-то здесь но при этом не забудьте нажать на колокольчик повторюсь подписка лайк колокольчик комментарии также что еще вы посоветуете именно с ас до аф не слота по ас до аф что еще с маскина на маскина я уже и так знаю что еще хочу себе в коллекцию хочу я себе вот этот красно-черный флакон тот который а и love love только самый первый красный и черным но отзывы противоречивы поэтому я как-то так еще подумываю но different company у меня были несколько флаконов некоторые мне зашли некоторые не зашли и некоторыми я пользовалась потом остаток продавала то есть интересная марка вот different company интересная марка надо тестить и знакомиться ну а на сегодня уже буду закругляться поэтому всем пока пока и до скорых встреч